За поселком Падовка когда-то были заливные луга. В лесу много грибов и облепихи. А теперь свалка. Недобросовестные дельцы экономенной утилизации мусора сбрасывают его прямо здесь. Многотонных машин стало еще больше, когда в этих местах начали незаконно добывать песок. Местные жители забили тревогу. Их тихая проселочная дорога с наступлением темноты стала трассой для большегрузов. Подсчитали, за ночь проезжает до 25 КАМАЗов. Мы попытались было своими силами организовать запись номеров этих КАМАЗов, кто вывозит, куда. Но мы без помощи администрации района, милиции и всех, как говорится, мы не можем. На встречу с жителями приехали власти Кировского района, представители профильных департаментов и полиция. Вместе поехали смотреть на незаконные карьеры и свалку. И первое, что встретилось на пути – грузовая «Газель», а рядом на обочине еще теплые коробки. Водитель утверждает, к ним отношения он не имеет. Он здесь просто катается. Дорога с кучами мусора на обочинах ведет от падовки к пляжу. А дальше и тот незаконный карьер, откуда по ночам воруют песок. Но это уже территория Волжского района. Дело шло к вечеру, и на незаконный промысел стала подтягиваться техника. А вы здесь что делали? Зачем ехали? Дорогу сейчас ехали. Откровенно говоря, такой ответ мало похож на правду. Задуматься заставляют следы от песка на ковше трактора. Эту незаконную лавочку власти района собираются прикрыть. Мы первые обратимся и в администрацию Волжского района, в природоохранную прокуратуру. Ну и, соответственно, здесь полиция есть, примет, соответственно, меры то, что попадет в вращение вот этого железняка песка. А это Орлов овраг. Еще одна проблемная точка в Кировском районе. Весь его край завален бетонными плитами. В основном это демонтирована тротуарная плитка. И, по всей видимости, в больших количествах, откуда-то ее демонтировали, можно же, в общем-то, найти адресата, кто это демонтировал, те подрядчики. В планах у депутатов выйти законодательными инициативами, чтобы решать вопросы незаконных свалок, стало легче. А пока районная администрация связалась с полицией, чтобы те начали патрулировать проблемные места. Валерия Макарова, Максим Гусев, События. Продолжение следует...